Всем добра, обещает Алекс. Немножечко хочу поговорить о проблемном вопросе из социальных сетей по поводу развития России, как Российская империя или Советский Союз. Но про Советский Союз я уже говорил в предыдущем видео, можете его посмотреть, мое отношение к этому государству. Ну а сейчас я хочу поговорить про Российскую империю. Конечно, это было очень давно, это было до 1917 года, но тем не менее на территории нашей страны осталось огромное количество музеев. Очень хороший музей в Хабаровске есть, я его посещал причем дважды, во Владивостоке, в Новосибирске и в других городах. Вот эти музеи я посещал в течение пяти, а то и семи лет подряд, заказывал там экскурсовод, а экскурсовод мне рассказывал про этот музей, про экспонаты, про развитие страны, как это показано в том или ином регионе. У меня сложилась общая картинка за эти годы, что на самом деле не так страшна Российская империя, как ее молюют пропагандоны в интернетах, в своих СМИ. Но в основном эти пропагандоны, конечно же, это либерасы, то есть либералы типа навалят, короче. Так вот, оказывается, что наша страна, Российская империя, она была раньше топовой страной в мире. Российская империя снабжала продовольствием практически весь мир, в том числе и Англию. Очень много металла поставлялось, масло и так далее, в страны мира. Фактически мы были топовой страной мира тогда. И уровень жизни простого человека, работника, был гораздо выше порой, чем других, считающих себя цивилизованными странами тех лет. Такая статистика, она открыта, можете посмотреть. То есть те ребятишки, которые вещают, что Россия при царе была лапотная, это на самом деле пропаганда, которая еще тянется со времен революции. Тогда было запрещено хвалить царский режим и заставляли это все дело затирать, забывать. Ну, то же самое, как на Украине сейчас происходит с Советским Союзом. Вот, то же самое. На самом деле тогда люди жили очень хорошо. Ну, на примере берем обыкновенного школьного учителя. Сколько сейчас получает школьный учитель? Сколько получал школьный учитель в советские времена? А тогда школьный учитель на свое жалование, а в основном школьными учителями были мещане, а это бывшие крепостные, получившие то или иное образование. То есть школьный учитель мог арендовать дом и содержать семью из десяти детей. То есть есть такой факт в Екатеринбурге, называется дом учителя. Так вот, ну, такое вот было повсеместно, что есть большие семьи, и никто не голодал, никто оборванцами не ходил, все приобретал, все было хорошо. И образование тогда было очень строгое, очень серьезное, которое позволяло человеку, получившему это образование, уйти уже на то или иное производство или получать более высокое высшее образование. Если же брать про армию и флот, то я рекомендую вам всем посетить крейсер «Аврору». Там есть экспонат, который посвящается жалованию содержания матросов и офицеров тех лет Российской империи. Так я вам скажу, что если на пересчет денег, которые получали даже в то же самое советское время, то тогда при царе матросы и офицеры жили гораздо более обеспеченнее, чем в более современное время, на самом деле. Вот, и, как говорится, стоило ли делать эти все эти революции и так далее. То есть я вообще считаю, что все вот эти революции, они были созданы специально, построены на обмане народа, то есть наобещали гораздо больше, наврали о каком-то самодержавии и так далее, что это якобы вредит, а на самом деле взамен людям дали, что голодомор дали, кучу лагерей, преследований и так далее. То есть если бы этого ничего не было, то сейчас бы страна Россия была бы так же топовой, как и тогда, и те годы. Вот. Кстати, тогда при царе, при крупных заводах не было того, что мы видим сейчас, это олигархического подхода к владению, то есть никто не покупал тогда яхт, тогда промышленники строили университеты, строили больницы, даже строили дома бесплатно для своих работников, то есть работник мог приехать в тот или иной уральский завод, это, кстати, в книгах есть, и получить от промышленника квартиру для детей, тут же строилась школа, тут же рядом строилась больница для работников этого завода, и все было хорошо, все было нормально, вот так это было раньше, это на самом деле чистая правда, это есть, кстати, в книжках художественных, это все описывается про уральских промышленников, вот так что те, кто говорит, что при царе было плохо, это не более чем пропаганда или ошибочное мнение, очень рекомендую сходить, походить по краеведческим музеям, вот это послушать эти лекции, почитать книжки, там все это вы увидите, что на самом деле все было наоборот, люди гораздо лучше жили тогда, если переводить современный лад, чем сейчас, вот так. Алекс о Российской империи, 13 апреля 22 года, всем добра. Спасибо.